Привет всем, вы на канале Просто Детки и у нас продолжение обзора игры Романтическая Готовка вместе с Эмили. Я полностью завершил первый эпизод, сюжета там больше не было, просто заработал кучу монеток за вот эти все оставшиеся звездочки. И теперь с спокойной совестью могу переходить ко второму эпизоду. Будут денежки у меня на улучшения аппаратов и так далее. Итак, вот мы пришли к этому парню, который на байке ездил. Это вы? Ох, я и не знала, что вы владелец Рая, сэр, иначе я бы не стала. Хм, что, а, ну конечно, что жалеешь, что накричал на меня за сиропа? Хм, хм, а ты, наверное, Эмили Наполи, меня зовут мистер Рай, я владелец ресторана. Как вижу, с нашим доставщиком цветов Патриком вы уже знакомы. А, это доставщик цветов, это не хозяин. А теперь идем, нечего тратить время зря, и не думай, что сможешь отлынивать от работы, потому что ты стажер, ну, стажер, в общем, за работу давай-ка. Хотел повыпермливаться. Да, не получилось, да? Ничего себе, на байке с такой скоростью цветы доставлять. О, бесконечные колпаки. Все цветы сдует, в общем. А, пока не буду делать улучшения, посмотрю вообще, что здесь и как, а потом уже решу, что на лучшее улучшать. Денег у меня должно хватить на все улучшения, которые там вот есть. Так, а, всего, 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 что делать? Лимонад есть. А, вот. А, просто лимонад? Ладно. Есть такое дело. То есть, совсем пока все просто. Вот, только лимонад делается, лучше его сразу. Ага, вот, все, понял. А, жариться нужно, все, я понял. Я что, этого не знал. Ааа, сердечко пропало, но я что, я не знал, что жарить можно. Ой-ой-ой. Не объяснили просто сразу вообще как-то. О, успел, хорошо. Так, рыбка жарится. А, все, совсем, просто. Так, хорошо, идем дальше. Теперь вот буду знать уже. Так, что теперь? А, он там по-прежнему цветы. А, в общем, букеты делают. А, наконец-то можно передохнуть. Нагрузки здесь просто бешеные. Да, два стейка пожарила. Лимонад, бокал налила, уже нагрузки прям. А, привыкай. Другие повара работают без прерывов. Так, значит, вы все-таки не владелец ресторана. Ну, у меня много других достоинств, но... Хм, а чем ты занимаешься? Как ты уже знаешь, больше всего я люблю устраивать хаос в ресторанах. А приятно видеть, что вы повадили, знаешь что? А можешь помочь Патрику с поставками цветов. Они прибывают каждое утро. На свет, может, наилучше полностью сосредоточиться на готовке? Кроме того, я ничего не понимаю в цветах. А, лобстеры благородные создания, Эмили. И они требуют благородных букетов. Это крайне важная работа. Ничего не понял. Эмили тоже. Так. Ну, давайте-ка я пока гляну, какие у меня улучшения доступны. А, можно размер подноса увеличить. Не, ну, нет, видите сколько? Вот. До максимума, да, все. То же самое порции напитка взрослых, чтобы быстрее готовились. То есть, три порции. Дальше, цена за порцию напитка тоже. По максимуму. Вот, хорошо, когда деньги есть. То же самое порции, гриль для лосося. За раз, ну, можно два уже делать. Мне этого не хватало в первой попытке. И быстрее готовиться. Вообще, за три секунды готовиться. Три штуки, да? И цена за порцию. По максимуму делаю. А еще есть у нас картофанчик. Картошка фри. То есть, тоже ее можно жарить. И дорожек будет стоимость. Пока остальное закрыто. А, украшения можно открыть. Смотрите, да. Вот так. Повышенные чаевые. Супер. И еще. А, все, максимум, да? Дальше. Терпение гостей. Отлично. Было бы у меня это куплено. Я, может, первый раз успел все сделать. И вот повышенные чаевые. Еще. И терпение к максимуму. Так что не зря я старался. Проходил первый эпизод полностью. Все, доступные улучшения. Я все купил. И можно спокойно идти к следующему уровню. Нельзя, чтобы что-то подгорело, да? Я понял. Так. Раз, два, три стейка сразу. Ой, надо было картошку делать. Раз, два, три. Картошка тоже должна... А, с картошкой. Че, я понял. Вот, кстати, как раз могу дать сразу. Отлично. А, отдельная картошка тоже нужна, что ли? Нет, так. Так. Оп, оп. Все. Понял. Принцип. Теперь буду легко все это дело делать. О, они вдвоем. Ага. Как-то так. Оп, ладно. Так, картошка, напиток. Там убираем. Тут жарим еще. Напиток. А, все? Походу, все прошло. Ну, пока монеток совсем мало дают. Потому что и клиентов-то немного. А тем временем, в ресторане... Мамы. Что, письмо от Жанна Поля? От бывшего хажера Эмили? Они уже несколько лет не виделись. А что ему вдруг от нее понадобилось? А, наверное, решил снова вспомнить прошлое. Ха, может, у меня все-таки есть талант к предсказаниям? Если это правда, то у нас нет выбора. Это письмо нужно выбрать, пока оно не попалось на глаза Эмили. Это еще почему. А когда Эмили не смогла связаться с Жанном Полем, она едва не бросила все и не вернулась в Париж. Нельзя, чтобы она страдала только потому, что этот... Эвелин, на письме есть дата. Оно было отправлено несколько лет назад. Точно, оно еще с тех времен. В таком случае, может, стоит в него заглянуть? Ну уж нет, это личное дело Эмили. Я оставлю письмо у себя. Пусть она сама решит, что с ним делать. Ладно, ладно. И вообще, какая мать способна залезть в письма на дочери? Может быть, он написал ей там новый свой адрес или телефон, а письмо не дошло, поэтому типа они и расстались, да? Ладно, идем дальше. Цель 60 монет. Пока такая простая цель. Так, сразу... А, еще и рак есть. Ого, а с раком что делать? Тоже, в общем-то. А, размораживать. Все, я понял. Вот. Так. Все у меня есть. Я просто не знаю, сколько порций чего мне нужно. Может, рака разморозить? Да, вот, как раз хочет рака. Еще можно одного рака. Там браться. Надеюсь, по два рака никто не будет хотеть. Так. А, уже монеток целая куча у меня, да? Оп. 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 Отлично. Время еще 9 секунд. Потому что я все получал. Что-нибудь, это больше не приходит? Вот они. Так, рак и картошка. Ой, а почему они ушли? Слушайте, ну блин. Капец. Жадина глядина. Не могли лишний заказ мне дать. Так, ну что же, идем дальше. Пока сюжета нет. Ой, улучшение пока. А, можно раков улучшать, наверное, да? А, и вот, кстати, для разморозки раков место. Ну, в принципе, раков редко заказывают. Сейчас я улучшу их цену. Если останутся монетки, ну, в принципе, остается, поэтому можно и улучшить, да? А, уже, кстати, не хватает. А там раки с лимоном, скорее всего. Цена за порцию. Вот это и нужно. Ай, чуть не хватает. Ладно. Играем дальше. 102 монетки. Так, раз, два, три. И размораживаем. Пару напитков вставим. Оп, оп, оп. Да, и рака сюда. А, картофанчик сюда. Оп. Отлично. Так, а вам что? Молодые и красивые. А, рака, картошка и напиток. Оп, оп, оп. И там нужно. Убрать, успеть. Так, кстати. Ага. Оп. Ой, отвара как этот взял. Блин. Рак с лимоном. Ага, вижу. Ух, блин, запутался немного. Последний клиент. Так что больше уже заказывать ничего не буду. Тем более такой простой. Слово, лишь лимонад. Ну, или что там раз. Фух. Ну, это во многом, конечно, выручает то, что больше денег приносят эти все продукты. Напали. Гость вернул блюдо на кухню. И су-шеф утверждает, что виноват стажировщик. Почему это? Это не так. Его вообще не я готовила. Так я и думал. Жаль, но я и так дал ему второй шанс. Он уволен. Что? Я тут подумала. Возможно, я и правда немного помогла ему с этим блюдом. Если это правда, имей в виду, что после следующей ошибки ты будешь уволена. Это точно твоя вина? Да, да, однозначно. Я помню, что это готовила я. Все лобстеры делятся на два типа. Напали. Есть большие лобстеры, а есть те, которые они... На твоем месте я постарался бы побыстрее вырасти. Не совсем понял, но ладно. Ну типа, либо ты будешь главной, либо тебя съедят, да? Не дай подгореть, то есть это бонусы. Бонусами не пользуюсь, в принципе, как и во всех играх. Бонусы можно активировать перед началом уровня. Ни одно блюдо не должно подгореть. Я понял. Так вот, либо они не подгорали меня. Так, парочка, один, парочка. А, честно... А, ну да, на разморозке тоже может подгореть. Так, ладно. Сразу кидаю на готовку раз вот нам заказали. Два стейка рыбных. Так, с картофанчиком, с лимончиком отдаем. Оп, сразу размораживать, поддаривать. Так, опять. Картофанчик, напиток. Эти подгорают. Напиток еще. Так, картофанчик. Это жарим, это отдаем. Вот как хорошо все получается. Так, тут у нас все готово. Для этого дядьки с бородой. Ой, а, он же меня обморозился, потому что все, клиенты закончились. Класс. Как-то сегодня все повеселее идет в этом обзоре, потому что я, во-первых, уже с игрой так немного познакомился. Не стал затягивать обзор, потому что вот, когда ты в теме, то легче проходить, чем потом пытаться догадываться там о чем-то. Так, раз-два, раз. Раз-два. Оп-оп. И оп. Ладно, чтобы двоих раков этих не заказали. Нет. Тут все просто. Так, рак и лимонад. Все есть. Оп-оп. Два лимонада. Отлично. И рак. Так, картошка, лимонад, все есть. А тебе что, два стейка? Хорошо. Тебя три еще варятся. Ага, все, фактически. Оп. А, картофанчик. Отдаем. По идее, это уже последний клиент, наверное. А, там не убрана. Нет, я на столик забыл. Ну ничего, за уборку здесь не штрафуют, я так понимаю. То есть, чаевые и комбо мне дали больше денег, чем за цена основного блюда. А, не забыли. А, явился, не запулился. Спасибо за одолжение. Эээ. А, да ладно, подумаешь, опоздал на пять минут. Ты всегда такая нервная? Нет, только когда рано встаю, чтобы тебе помочь. А ты опаздываешь на пятьдесят... Не пять, а пятьдесят минут. Цветочки там поставил. Ты просто не понимаешь, для тебя, наверное, это просто дурацкая подработка. Легкий способ заработать на бензин или еще какую-нибудь ерунду. Эй, поездка в Европа это не ерунда. Только я, мой байк и дорога. Это все, конечно, замечательно, но я о такой работе всю жизнь мечтал. Все просто обязано быть идеальным. Ладно, ладно, больше не повторится. Но вообще-то, одной работой жизнь не ограничивается. Так, шестой уровень пройден. Переходим к седьмому. А, кстати, подождите, тут же я, видите, не получил эти... Я и забыл. Перчатки нужно проходить по два уровня, чтобы получать. Блин. Отвлекся и забыл. Так, раз, два, три, раз, раз, два. Готовится они уже очень быстро, отлично. Так, стейк, пожалуйста. Всего шесть клиентов нужно обслужить. Тоже стейк. Да, это же второй уровень, тут было все просто. Так, а вам что? Сладкая парочка, дликс. А, картошечка, лимонадик. Все нормально. Так, а тебе, Палинок, чтобы у меня все есть. Или, прости, лимонад. Это вообще шикарный клиент. Все, семь клиентов обслужил, из шести нужных. Оп. И везде убрал. Умночка. И заработал перчатку. Так, теперь шестой уровень, еще прохожу второй этап, чтобы перчатку заработать дальше. Ничего, не нужно подгореть. Ой. Отлично. Все, готово к приему клиентов. Так, с лимоном и стейком. Так, картошечка. Ой, он подгорает. Блин. Чуть не забыл про него. Так, картошечка. Хорошо, пожалуйста. И еще стейк. Так, две картошки. Все есть. Лимонад. Супер. Так, там можно убрать. А, в принципе, уже все. Смена завершена. И перчатка получена. Все, теперь уже можно переходить к седьмому уровню. А, вы знаете, тут дело в том, что уже 10, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 20 уровней. Ого. Ничего себе. То есть я же по-любому все не пройду. За один обзор. Ну ладно. Будет тогда два обзора по этому эпизоду. Так, раз, два. А, появилась еще добавка новая. Брокколи, там и что это у нас. Так, мы начнем с лимонада. Начнем с простого. За лимонад где-то на 10 монет дали. Ничего себе. Так, что вам? Он отлично. Все это у меня есть. А меня жалеют. Опять лимонад. Супер. И убраться не забываем. Девочка, тебе что? Так, в принципе, все это у меня есть. Вот. Все. Короче, и фраками будем называть, что не буду отсюда. Фраками. Так, это у меня тоже все есть. Так. Рак с лимоном. А, он жарится. А, блин. Успею. Падать успел. Отлично. Ух. Ну, в принципе, я не так запасом было, но все равно. Было бы неприятно, если бы не успел. Так, нужно пройти второй уровень, чтобы получить перчатку. Так, раз, два, три, четыре, раз, два. Кстати, нужно улучшение поделать, у меня что-то улучшение уже есть. А, вот, какую, то есть, это, да, заказ. Так, два напитка, стейк. Хорошо. Ага, и вот такое тоже бывает. Комбе называется. Ой, подгоревшее. Чуть-чуть лимон. Хорошо, размаживаем. Ух. Как все быстро. Так, отлично. Уже почти нужно количество монет заработал. А еще три клиента. Просто запиток. Молодец. 182. Так, с лимоном. Рак этот. Забираю, чтобы он не подгорел. О, полный заказ, супер. А, еще клеем, ничего себе. Так. Оп, все это было есть. Вот, здорово. Так, перчатка получена. Идем дальше. 16 сердец нужно заработать. Так, фактически всего шестерых клиентов. Отслужить хорошо. А, если подать на стол сразу все блюда, получится комбо с полным заказом. А за него дают дополнительные монеты. Логично, я-то понял. О, вовремя подал еще один полный заказ, вы заработаете еще больше монет. Я понял. Чем больше комбо, тем больше награда. Даже поиграть с какой-нибудь дали, я уже думал, там что-то сейчас запарил. Так, оп, оп. Зато, что долго это все длится. Так, картошечка. Оп, лимончик. И чтоб не подгорело, да? Оп, оп. Отлично, убрался. Так, ого. Чтоб не подгорело опять. Так, картошка. Так, так. Оп, отдаю. Ну, комбо не успевает... Точнее, откатывается. Не успевает накапливаться. У меня хватает сердец. Даже без большого запаса. Просматривать, что же там написано. Это крадется. Это письмо. Оно только причинит Эмили Боль. А ну-ка, придержи лошадей. А что, я просто рассматривал марку. Я же пошел на курсы начинающих филателлистов. Да, это определенный Наполеон. Правда ведь? Не выкручивайся, хитрец. Я поймал тебя с поличными. Ладно, ладно. Просто удержаться так сложно. Стоп, а вы здесь что делаете? Это вообще-то моя кухня. Я не позволю, чтобы какой-то политический красавчик снова причинил моей дочери боль. Совершенно согласен. Мы просто обязаны вскрыть это письмо. Не ради нас, ради Эмили. Ради Эмили. А, гады такие. Афрэн, найти Эмили. Срочно покажи ей это письмо. Капец. Вот это да. Мне же захотелось поскорее узнать, что же там будет. А, так, нам нужно получить вторую перчатку. На восьмом уровне, поэтому. Проходим его еще раз. Что было 16, а есть, теперь уже 23. Так, рак, лимонад, все есть, отлично. Так, тоже все имеется. О, два лимона, да супер. Уже 9 сердец. Кстати, комбо уже x3. А, x2. А, блин, два рака, капец. А, вот это плохо. Ну, терпение, кстати, у меня же прокачано, поэтому вот. А, блин. М-м-м-м-м, не то я сделал. Короче, это есть, это есть. Я не нажал на рака, когда он разморозился. Блин, 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 блин. Так, рак, картофанчик, все, отдаю. Оп. Почему я не отдал, что рака не отдал? А, опять я его собрал, но не отдал. Короче, что-то я начудил. Ну, зато прошел, в принципе, да? Отлично. Так, новые достижения открыты. А, больше золота. Зарабатывайте не менее 150 золотых сердец. Отлично. И наберите не менее 20 комбо x10 с полными заказами. У меня уже на 200 кристаллов, в принципе, нормально. И, кстати, могу сделать улучшение, да? Потому что там денежка чуть-чуть накопилась. Для чего? А, цена на вот это вот все, да? Три порции за салат. Четыре. Все по максимуму. То же самое с лимончиком. Так, по максимуму. Ну, осталось там еще два неоткрытых у нас ингредиента. Поэтому посмотрим. Это будет дальше уже, наверное. Цель всего лишь 213. Может, по дворам промораживать, а не по два стаика. Чи-чи, не по три стаика. Так, лимон. Оп. Отлично. О, видите. Блин. Делается отдавать один. Потом еще один. Капец. Это не комбо. Только я поговорил, что нужно по два размораживать. Так, с лимоном и напиток. А, с лимоном. Так, картофанчик. А, блин. Опять вот я его ж не вытянул. Что ж, я так лоплю. Картошка, лимонад. Так, лимонад, рак, картошка. Так, стейк, рак и лимонад. Картошка. Блин. Ай, сейчас там сгорит все. Короче. Запутался я в конце. Да-да-да-да. Блин. Ну ничего. Уровень прошел. Опять недовольна Эмили. Хм. А, да-да, извини, я снова опоздал. Сама понимаешь, выспаться редко удается. А-а-а. Что, врубился с друзьями в компьютерные игры? Увы, ты угадала. Мистер Рай будет здесь через 10 минут. Если мы не успеем закончить, он решит, что мы проявляем недостаточно уважения к его лобстерам. 10 минут, говоришь, а времени не предостаточно. Я все сделаю. Ну уж нет, я хочу помочь. Это то удобрение? А? Эмили, оно же тяжелемое. Не надо. Ого. Ого. О-о-о. О нет, моя одежда. Наполи, что ты делаешь? Твоя смена вот-вот начнется. Ты обязана следить за своей формой, как лобстер следит за своим панцирем. У тебя из-за того шаткое положение. В общем, попали мы. Так, нужно пройти второй этап. Так, буду делать по два этих лобстера размораживать, что я из-за них, в принципе, в прошлый раз начал путаться. Так, картошечка и салатик. Оп-оп-оп. Отлично. Так будет правильнее, наверное. Так, два лимонадика вообще, в скопе. Готов ко всему. Тоже два лимонада. Вы меня просто радуете. Так, лобстер с лимоном. В принципе, все нормально. То же самое. Сюда повторчик. Опытного снял, убрал. Так, картошка, картошка. Лобстер подгорает. Демонард дополнительный. Так, лобстер и картошка фри. Оп. Отлично, убрать нам нужно. О, лобстер с лимона. И обычный лобстер. Как раз хорошо, что я их вот два заказал. Так, картошка, салат. Все есть. Лимонадик. А, ну, скорее всего, это уже последний заказ. Так что даже не придется. Больше ничего там делать. Так, есть девятая перчатка. Достижение открыто. Дай пять. На пять. А, наберите не менее 50 комбо. Хорошо. Так, вот, кстати, здесь перчатка уже сразу на первом этапе. На десятом уровне. Так что, фактически, это, наверное, будет уже скоро конец. А нужно все-таки улучшить еще раз рака, потому что они быстрее будут размораживаться. Лобстера, блин. Рака. Лобстера, так, с лимоном, и все, есть у меня. А то вот стейки готовятся очень быстро. Так, с лимоном, картошка. Оп-оп. Так, лимон. Забирай. Еще рак. Там уборка. Вот, что меня начинают одолевать, демоны. А, вот, вроде бы, раскидался немного. Там убраться нужно. Ой-ой-ой, слушайте, а что это? Мидии? А, их тоже нужно делать. А я, кстати, не видел. Так, сейчас я уже мидии подам. А, у меня места нет. Блин, места нет для мидии. Быстрее. Откуда же я знал? Так, напитки, рак и мидии пускай готовятся. Они там не пережарятся? Да, конечно, с мидиями это была подстава конкретная. Эмили, ты не поверишь, пришло потерянное письмо. Оно... В общем, лучше сама посмотри. Почему оно вскрыто? Надеюсь, кто-то мне это объяснит. Что? Стоп, это от Джана Поля? Дорогая Эмили, ты не дала мне свой адрес, но у меня нет других вариантов. Я пытался связаться с тобой по-всякому. О нет, похоже, он все-таки хотел со мной связаться, но я случайно дала ему неправильный номер. Наверное, он решил, что ты его специ... что ты это специально. Смотри тут дальше. А, возможно, для тебя это лето было не таким волшебным, как для меня, но я не в силах его забыть. А если же мои чувства взаимны, я знаю, что однажды это письмо все-таки тебя найдет. Я буду ждать тебя вечно с любовью, Жан-Поль. Как это романтично. И вот... 10 перчаток открываются следующие 10 уровней. Ну, это уже будет на следующем нашем выпуске. На сегодня достаточно. Прикольная история. Если она вам понравилась и понравился наш обзор, то поддерживайте это видео своими лайками. Надеюсь, скоро будет продолжение. Пока-пока, до встречи!